Здравствуйте, дорогие друзья! Тема сегодняшнего выпуска – композиторы на марках. Тем более, что этот год очень богат на юбилеи. Сразу несколько великих русских композиторов отмечают годовщину дня своего рождения. Прежде всего, хочется рассказать о великом композиторе Глинке. Это тот человек, который сделал музыку русской. В этом году исполняется 220 лет со дня его рождения. И его современники, как правило, русской музыки и не слышали. То есть в России была очень модна музыка зарубежная. И именно этот человек адаптировал множество сюжетов в музыкальные произведения. Хочется сказать, что он был знаком с Александром Сергеевичем Пушкиным. Пушкин часто бывал в его доме, слушал его музыку. Вот здесь очень красивый такой квартблок, где партитура Глинке, его портрет. Вот тут, если вы присмотритесь, Руслан и Людмила. То есть великое произведение, которое до сих пор не сходит со сцен всех известнейших театров мира. 180 лет со дня рождения в этом году исполняется и замечательному композитору Николаю Римскому-Корскому. Вот такой очень похожий на квартблок с Глинкой, по такому же типу, сделан квартблок. То есть это четыре марки. Здесь мы видим портрет композитора и его три достаточно известные, самые, наверное, популярные произведения. «Золотой петушок», «Снегурочка» и «Царская невеста». Для меня этот человек – большой подвижник. Я хочу сказать, что если бы не было у нас Николая Римского-Корсакова, то мы бы не услышали не только его великих произведений, но и великих произведений его друзей, таких композиторов, как Бородина, такого композитора, как Мусоргский. Ведь этот человек, когда его друзья умерли, он взял на себя такой огромный труд, дописал и отредактировал их произведения. В этом году также годовщина со дня рождения Модести Петровича Мусоргского. Это мой любимый композитор, и я всегда с большим удовольствием слушаю его произведения. Вот у меня в руках конверт и специальное гашение еще к 125-летию Мусоргского. На Ленинградском почтамте был поставлен вот этот оттиск. Если вы хотите послать своим близким открытку, связанную с музыкой, то обязательно пойдите на главный почтамт и поставьте вот такой вот оттиск «Воронежская камерата». Это очень редко, и я думаю, что будет интересно и приятно вашим адресатам.